Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать преступность мир. Полночь 3, 7 декабря 2019 года их сети раскинулись по всей стране. Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать. Фото. Фабрицио Бенш, Ройтез. Этнический криминал был и остается серьезной проблемой для любого государства. Крепкие родственные связи, помноженные на закрытости и национальные особенности таких общин, создают крепкий фундамент для построения организованных преступных группировок, ОПК. В начале прошлого века с этой проблемой столкнулась Америка, а теперь и Европа испытала все прелести этнического криминала. Не стало исключением и Германия, там давно уже действуют турецкие, ближневосточные и североафриканские ОПК. Но в последние годы преступный мир Германии пополнился новыми игроками, теперь за сферы влияния и прибыли от черных рынков бьются чеченские и армянские кланы под руководством таинственных воров в законе. После ряда громких разборок и дерзких преступлениями заинтересовались спецслужбы. Расследование закончилось международным скандалом, но преступники раз за разом ускользают от закона. Лента.ру разобралась, насколько широко выходцы из бывшего СССР раскинули свои сети по немецкой земле. В большой семье 27 ноября телекомпания «Метель Дэчеран Фанк Теринджен» опубликовала очередные результаты исследования, посвященного действующей в Тюринге и Кавказской мафии. Журналисты за несколько лет проштудировали более 58 тысяч страниц из материалов по уголовным делам и пришли к выводу, что в федеральной земле десятилетиями действуют армянские преступные группировки, по своей организационной структуре напоминающие итальянские мафиозные кланы. Более того, эти криминальные структуры, большинство из которых враждуют между собой, ведут дело по всей Германии, известно по меньшей мере о шести немецких регионах, и взаимодействуют со своими родственниками-союзниками во Франции, Бельгии и Армении. Как сообщает издание «Ньюсдаджи», немецкие полицейские выяснили, что эти ОПК зарабатывают самыми разными, но, как правило, незаконными способами от контрабанды алкоголью и махинаций со ставками на спорт до угона автомобилей, фальшивомонетничества и торговли наркотиками. Армянские группировки привлекли внимание полиции после серии разборок с поножовщиной и перестрелками. Как выяснилось, конкуренты делили сферы влияния и доход от подконтрольных заведений. СМИ сообщают, что полицейские раз за разом задерживали участников этих стычек и вскоре пришли к выводу, что среди них очень много родственников. Со временем этими семействами занялись всерьез. Фотография встречи двоих подозреваемых из армянских мафиозных кланов, 2014 год кадр, Видео Метель де Ущер, Ран Фанк. Крупнейшее расследование Федерального ведомства уголовной полиции Германии, Германского аналога Американской ФБР, против армянской организованной преступности длилось более трех лет. К нему привлекали и региональных силовиков, и сотрудников Интерпола, и даже внешнюю разведку. Как сообщала еще в начале года газета, на предварительное рассмотрение направлено 14 дел, по которым проходит в общей сложности 42 подозреваемых. Подводя промежуточные итоги расследования, которое началось еще в 2014 году, сотрудники БКА сообщили немецкой общественности, что им пришлось столкнуться с новым для себя явлением с необычным, и даже парадоксальным для немцев названием «воры в законе». Сеть их отделений, их ячеек, раскинулась по всей стране. Обычно ячейку возглавляет так называемый авторитет. У этих авторитетов есть, в свою очередь, собственный начальник вор в законе, который чаще всего находится за границей, рассказал в эфире МДР журналист Алекс Химерлинг. Необычный термин так вдохновил немецких полицейских, что операцию против этнических группировок из пассоветского пространства назвали «Фадил. Fight against thieves in law». Переводится просто «борьба против воров в законе». Криминальные сети эту борьбу сильно затрудняют то обстоятельство, что преступные связи и группировок чрезвычайно широки по данным, полученным от европейской полиции, силовики насчитали от 670 до 900 человек, напрямую связанных с ворами в законе. Относительно эффективной получается лишь борьба с группировками на местах, но основные управленцы всей этой сети руководят ею из-за границы, скрываясь по разным странам. Расследование проводилось в строгой секретности, и о нем стало известно чуть больше года назад. Первые публикации появились в ноябре 2018 года. Тогда на всю страну прогремели слова сотрудников ВК. «Армянская мафия действительно существует», – цитировала их газета «Спигл». «Она обладает огромными финансовыми возможностями и своим существованием угрожает правовому государству». Посол Раф Германии Ашот Смбатян Фота, Министерство иностранных дел Республики Армения. Вообще позже этому появилось косвенное подтверждение, оказалось, что Смбатян предлагал свою помощь следователям. Однако в «БКА» предостерегли коллег, сотрудничать с послом крайне не рекомендуется. В этот момент спецслужбы следили за армянской ОБК, действовавшей в Берлине, где расположено армянское депредставительство, и у них были основания полагать, что сотрудники посольства связаны с преступниками. Впрочем, ни одного дипломатического работника тогда не привлекли по делу армянской мафии ни как подозреваемого, ни как свидетеля. Многоцелевое предприятие. Проект «Фотел» К концу 2018 года закрылся силовому ведомству. Не хватило кадров и финансов на то, чтобы продолжать борьбу с такой децентрализованной структурой. Для предъявления обвинений ворам в законе не собрали достаточно доказательств. Но за время расследования удалось раскрыть немало преступлений, которые показывают, как широко раскинулась деятельность армянской мафии. Эмблема Федерального управления уголовной полицией фото РАЛФ ОЛЕСКИ РОЙТЕЗ Позже оказалось, что итальянцы близкие родственники членов Калабрийской Ндрангеты, опаснейшей итальянской группировки, а фальшивые деньги, обнаруженные полицией, были напечатаны на том же станке, что партия, найденная ранее в немецком Эрфурте. На тот же город в Тюринге указывали и номера автомобиля, и там же была конфискована упомянутая выше марихуана. И именно с инцидента в Эрфурте началось международное расследование в 2014 году. Человек человеку. Тогда на всю страну прогремела новость о перестрелке возле Эрфуртской игротеки, в видео, на котором темноволосые мужчины выбегают из здания, стреляя друг в друга из пистолетов, оказалось во всех крупнейших СМИ. Как удалось выяснить следователям, перестрелка началась из-за того, что группа армян из Эрфурта задолжала землякам из Берлина более 100 тысяч евро, и те явились их требовать. Откуда взялись деньги и на что были потрачены до сих пор неизвестно, как неизвестен и точный состав участников разборки, в результате которой были госпитализированы двое мужчин. Начав раскапывать историю вражды между армянскими кланами, полицейские обнаружили представителей другого кавказского народа. Оказалось, что на тот момент армяне уже несколько лет сотрудничали, а иногда и враждовали с чеченскими группировками. И в той заварушке в Эрфурте они тоже участвовали. По данным из расследования MDR и Spiegel, после перестрелки у игротеки в Германии могла разгореться настоящая война криминальных семей, но авторитеты с обеих сторон встретились и провели мирные переговоры с участием неизвестного политика из Дагестана, и бой не удалось избежать. MDR удалось не только прояснить причину той стычки, скорее всего, делили рынок незаконной продажи автозапчастей, но и провести интервью с одним из тех, кто в ней пострадал. Уроженец Чечни Адам Закайф рассказал, что до сих пор с ужасом вспоминает события той ночи, однако не помнит, из-за чего начался конфликт и что обсуждалось. В ходе разговора он настаивал, что зарабатывает только легальными способами и никакого отношения к криминальным структурам не имеет. Чеченская группировка Горилла Нейшн Вейнарк Фото Горилла Нейшн Вейнарк В последние годы полицейские отмечают особенную опасность группировок выходцев с Северного Кавказа, а около 80% северокавказцев в Германии чеченцы. Еще в 2017 году, после перестрелки в Берлине с использованием автоматического оружия, в которой, предположительно, участвовали чеченцы из Горилла Нейшн Вейнарк, немецкие СМИ заговорили о них как о новой силе в преступном мире. Согласно отчетам ПКА, чаще всего чеченские криминальные группировки замешаны в обороте запрещенных веществ и оружия, крупном воровстве и вымогательстве. К вопросам безопасности преступники подходят очень серьезно. В мае этого года стало известно, что чеченцы выставляли дозорных возле отделений полиции и штаб-квартир спецназа и групп быстрого реагирования. Члены кланов установили наблюдение за силовиками и несли постоянное дежурство, чтобы быть в курсе их действий. Отдельное опасение у правоохранительных органов вызывает то, насколько тесно переплетены в среде иммигрантов из Кавказских республик криминальные и экстремистские сообщества. Каждый третий из подозрительных, прошедших полицейскую проверку, оказался одновременно вовлеченный в преступные и в исламистские организации. Машина, в которой в 2016 году погиб чеченец фото, до сих пор не удалось установить, кто устроил взрыв в «Волксваген», выходца из Чечни в центре Берлина. Помимо турок, немецким правоохранительным органам приходится бороться и с другими этническими группировками, связи между которыми наложены давно и прочно. Тогда же, когда стало известно об армянских криминальных структурах, сообщалось о масштабной операции против турецко-итальянского синдиката, наладившего поставки кокаина, тогда удалось задержать 84 подозреваемых и конфисковать огромные партии наркотика общим весом в 1,8 тонны. В стране помимо турецких и итальянских криминальных семей действуют ливанские, курдские, марокканские, афганские и вьетнамские группировки. Но с ними немцы имеют дело уже не первый год, и число их преступлений неуклонно снижается. А с ворами в законе и жестокими выходцами из стран СНГ им пришлось столкнуться совсем недавно. Расследования против армянских и чеченских кланов продолжаются, и лишь со временем станет ясно, удастся ли немецкому государству перемолоть новых, незнакомых противников, и смогут ли уроженцы Кавказа и Закавказья и дальше так успешно применять весь опыт, наработанный на развалинах бывшего СССР. Степан Костецкий СССР ... ... Продолжение следует...